здравствуйте друзья у нас с вами на экране Таня известная как генерал видимо это связано с девичьей фамилией это правда нет это наоборот фамилия взятая мною во взрослой жизни так или иначе связано с фамилией значит у Тани есть блог и я ссылочку дам в описании к видео значит кто еще не знает тут почитает Таня у нас училась пару лет назад на форуме да говорим про ЕС тоже я нашла школу на форуме говорим про ЕС и оттуда все пошло понял у нас было несколько сюжетов уже на канале но это только люди которые давно или там дотошные какие-то они найдут эти видео по-моему одно называлось у Тани с мужем у них был такой бизнесочек маленький они делали полиграфию я вот как сейчас припоминаю правильно я говорю вот и да и значит я даже вот видео назвал Татьяна русская душой имела бизнес небольшой у меня такое видео было в пушкинском стиле можно сказать но вот сыграла в лотерею и что-то там попам скорее чтобы стать тестером и в лапы к хитрому еврею вот что такое там хорошо значит Татьяна вы вообще родом откуда сами я родилась в Иркутске первые 20 лет жизни там жила потом уже до переезда в Америку мы жили в Москве вот как иркутска с москвой деревня очень тихо люди люди более открытые более душевные или нет просто у меня такое ощущение что чем меньше населенный пункт тем больше связи между людьми тем душевнее как бы отношения такое что мне первое бросалось в глаза я последние это года туда редко ездила но что бросалось в глаза это то что они конечно очень близко друг другу но они все время очень тщательно следят за успехами друг друга есть такая ревность и небольшая зависть не дай бог кто-то станет лучше окей ну это понятно по советской системе знаешь вот все таки советская система там не было я там было мы и вот там говорят вот ты что думаешь а я как все я как все понимаешь как это вот я вдруг у меня какое-то мнение это что ж такое должно случиться понимаешь поэтому как все если ты не как все у тебя проблемы у тебя проблемы если ты хуже других и у тебя проблемы если ты лучше других вот ты относительно в порядке если ты как все ну вот поэтому конечно да хорошо значит давайте мы это самое вернемся к к нашему этому диалогу я хочу сказать ребятам что когда я сказал что интервью скайпе мы теперь будем делать чтобы расширить географию наших писем вот то татьяна была одним из тех людей которые сказал ой а вот давайте я что-нибудь расскажу интересненько значит татьяна живет в техасе в далласе или где хьюстон хьюстон хорошо там вообще в техасе там где-то спиток больших городов там и хьюстон и даллас и остин и еще там парочку есть там что-нибудь такое громадный штат это второй после после калифорнии по населению сколько там народу вас и второй после аляски по территории аляска такая большая ты удивишься да удалить удалить хорошо места много значит у вас там ой очень много давай давай вот чего климатически вот это влажное место у вас там жарко и влажное жарко и влажно да а влажность откуда идет там с мексиканского залива что ли там близко у нас мексиканский залив да и оттуда с карибского бассейна просто сейчас на процентов сто ладно ну то есть после москвы надо было привыкать как-то ну ты знаешь вот как раз после москвы это было большим благом потому что в москве очень сухой воздух эти зимы и скажем так чисто для организма для кожи для волос это очень приятно но в быту были какие-то да такие вещи я например не понимала зачем здесь везде стоят сушилки ну драя зачем а теперь я понимаю а потому что даже когда на улице 40 градусов полотенце после бассейна да даже тонкую одежду она ничего не высохнет она будет 4 дня висеть протухнет но не высохнет а в сушилке все сушится как интересно как интересно но там в целом как бы комфортная ждуха но вот в том смысле что там недорогая недвижимость может быть я не знаю там много работы здесь знаешь по сравнению например с той же кремниевой долиной здесь очень деревенская такая атмосфера очень тихо очень-очень все расслаблены относятся к атрибутам статуса скажем да тут никто не гонится ни с какой одеждой ни за какими прическами посмотри как я теперь тоже подстрижена я не могу найти чтобы меня подстрелить мне нравится то есть совсем деревне а что не так то если если сравнивать с калифорнией например я уж не говорю там про нее то здесь хорошо жить тем кто постарше возрастом не рвется там за какими-то готовками очень спокойно в девять вечера все уже спят а просыпаются ну в пять утра может уже быть пробки потому что все предпочитают работать рано-рано и возвращаться домой часам трем уже ну слушай если конечно если если ты в пять встаешь так ты уже ляжешь ну хорошо значит итак а как вы попали изначально туда вот жил человек в москве ходил на форум и потом решил поехать в техас в фьюстон у нас сюда переехали друзья лет семь назад по рабочей визии мы как-то приезжали к ним лет пять назад в гости и все это я хочу здесь жить мы заполнили документы на участие в гринкарт лотереи три года назад я выиграла гринкарт ну и вот два года назад с первого раза выиграли нет третьего с третьего хорошо вот мы приехали к ним потому что это было самое ну простое и логичное начать здесь а дальше разбираться хорошо через какое время после приезда в хьюстон ты оказалась у нас вот в калифорнии в школе 21 день не засиделась можно сказать это был да это был вообще страшный экстрим уже потом после того как я вернулась из школы я думала вот надо было полгодика сначала посидеть в хьюстоне немножко освоиться потом ехать ну как сложилось так и сложилось ну хорошо значит я ребятам расскажу что таня приехала и она тогда вот с моей колокольни не может в этом история будет но с моей колокольни она сильно уперлась в английский и значит там возникла такая вилка значит вилка когда человек учится и наступает момент на интернчик надо идти на практику надо идти и когда у человека английский там не бог весь какой то его сложно отдать в нормальную компанию американскую а в русскую он идти не хочет то есть в русскую можно но не очень хочется поэтому кончилось тем что она пошла в русскую компанию ну спустя как русскую там я бы сказал что с точки зрения продукты которые они делают они делают айпи телефонию причем они делают станцию саму PBX они делают программируют аппараты то есть они с точки зрения сложности продукты которые разрабатываются и тестируются это пошел и самая продвинутая компания из того куда у нас студент вообще попасть может но они там по-русски разговаривают там наши из институт связи московского там питерского это вот свои ребята все значит и вот я близко к тексту или там какие то есть это очень добрый миша на самом деле английский был вообще никакой я же хорошо помню как я девять раз экзамены сдавал а какие ну внутренние наши экзамены в школе как я ходила вам одну и ту же жевачку по десять раз перескал а потому что зазубрит там историю какую-нибудь скажи о проекте даже нисколько знаешь тогда было нисколько что прям совсем плохой английский но вот это сочетание плохое знание еще самого предмета вот технического и плюс не несовершенный английский я помню меня вот так трясло значит татьяна у нас была под стрессом я может быть даже и не заметил бы потому что она на самом деле очень мужественный человек и не показывает вот по ней не поймешь никогда она может ее может колотить внутри она улыбается и значит там вид не подаст есть такое так она держится но там дальше что приключилось она неожиданно снялась и исчезла звонят нам из компании куда значит они идут на практику и где-то они-то мы говорим о даёт так у вас же они говорят у нас нет мы думаем а где же Таня а там кто-то жил напротив вот того места где проживала Таня и рассказывает что приехала машина какой-то мужик погрузил Таню и у нас и нет больше Таня ну давай рассказывай теперь сама что там случилось ну да у меня я прям почувствовала как у меня все батарейки резко кончились и если пока я училась в школе весь этот стресс можно было переводить в то что еще дольше сидеть еще больше зубрить еще больше учиться еще больше ходить заниматься на практике действительно я просто увидела что вот она куда я попала со своим уровнем с тем что я могу и у меня вот прямо знаешь вот так пошло в даун и самый главный критерий который для меня всегда что все я на грани когда у меня схватывает ну там какие-то мышцы что все я не могу спазм да 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 а пришла бы я тебе на мел бы там а у меня случился этот спазм я просто позвонила домой говорю ну супругу говорю что ты делаешь заберите меня отсюда он говорит хочешь я приеду ты можешь он приезжает и в аэропорту увидев меня но он прилетел самолет видишь меня в аэропорту и вот это вот он меня начал обнимать говорит ты моя там замотали тебя поехали домой ну и кто когда тебя вот так держат и говорят ладно как-нибудь ну кто на эмоциях на эмоциях на эмоциях сама-то думаю сама-то думаю блин ну вроде как ну не сдаваться же никогда надо бы домучить а он-то по голове гладит да ладно как-нибудь смотри на кого-то стало похоже ну и что ну все забери меня ну могла бы позвонить даже зайти могла бы конечно тоже нет миша я не было так стыдно ну что взяла сдалась умотала это что это было страшно но хорошо потом я поскольку мне по долгу службы приходится все время в дайсе там отслеживать резюме наших участников и чтобы они там выше ниже были смотрю о появилась значит наша татьяна на дай себе силы резюме думаю смотри-ка все-таки значит как-то вот линия значит не оборвалась вот и потом уже поскольку там у нее блок появился я иногда не могу сказать что там как-то слежу все время но иногда кроме того там и что еще получается что понимаете как обычно блогеры друг от друга узнают когда кто-то из аудитории значит начинают ссылки присылать обычно ссылки шлют на какую-то дрянь там говорят а вот посмотрите что вот тот про вас сказал значит а тут говорят скажите а это правда что вот Таня у вас училась бак я думаю а что у нее теперь блок что ли есть значит думаю пошел посмотреть вот и вот смотрю Таня она такой уже весь этот тестер там молестер там и так далее значит обзываешься не не ну у меня же это у меня лозунг был такой превратим юзеров абьюзеров тестеров молестеров поэтому значит ну хорошо Танюша давай давай теперь расскажи что дальше было потому что я я эту часть плохо знаю значит итак приехала из школы в хьюстон чего ты знаешь я буквально вот мы два дня ехали домой на машине же и я за эти два дня буквально ну как бы оттаяла воспрела душу и думаю нет я так просто не сдамся ну что просто я уехала из калифорнии это как бы ничего еще не значит потому что у тебя достаточно много было примеров когда люди едут себе и не имея хорошего там базового какого-то из калифорнии опыта они все находят в ней я все равно буду я приехала я один день побыла дома на завтра я пошла и знаешь так как сеятель у меня была пачка резюме я пошла по всем окрестным магазинам баром ресторана вот все что было пошла устраиваться на работу чтобы ну ты правильно самое главное самое главное был английский думаю это лучшее место где я буду с ним разбираться это если я буду работать я устроилась на part-time home goods буквально сразу ты знаешь я поставила там заявление т.дж макс и хоум гудз это два магазина они всегда вместе вот если ты посмотришь там всегда рядом я туда принесла свои бумажные аппликейшн и они мне позвонили еще не успела до дома доехать и вот я туда вышла на part time там несколько часов в день и начала в точности вот как ты нас всегда учила как ты на всех видео рассказываешь просто планомерно все сайты по поиску работы заполнять все обрабатывать это каждый день редактировать зубрить все что мы учили в школе повторять что-то там но вот параллельно чтобы по всем воробьям из всех ушек полить параллельно я пошла еще сделала отдельное резюме на child care знаешь всякие эти наши детские садики все думал еще и туда попробую туда ходил на интервью на самом деле у тебя с улыбаешься опыт интервью я могу сказать что действительно самое главное мое интервью здешнее оно стало таким вот апофеозом именно потому что я уже на интервью я стала такой интервью аддиктик мне стало нравиться я на все подряд интервью ходила даже если я знала что я на эту работу не пойду на меня например приглашать я шла он начинался я без запинки уже могла там им выдать так продолжалось наверное два с половиной месяца и однажды у меня случился флюс я пошла к дантисту и обнаружила что даже под сильным обезболиванием я с ним болтаю я не боюсь ты языковой барьер куда-то делся и вот тогда уже все я уже тогда бросила тело дома и полноценно восемь часов в день везде бродила где только можно по интернету заполняла подавала на свою живут работу вопрос только хотел задать в хьюстере там как бы есть куда подать то есть рынок такой существующий я просто никогда не столкнулся ну у меня выходила где-то примерно от трех до двадцати вакансий в день новых приходил знаешь когда уже попадаешь в эту обойму это неплохо они тебе начинают присылать сами да ты уже не сам помню что-то ходишь ищите все время приходит обновление на почту и как ты нас и учил я подавала свое отправляла свое резюме на все вакансии которых было хотя бы 20 процентов того что у меня есть ну я учил 50 но неважно да так ну и вот в общем работа моей мечты нашла меня сама я даже пропустила звонок этот самый знаковый оставил какое-то сообщение на голосовую почту я его послушала такой классический техасский акцент я ничего не поняла потом мне приходит на интервью приглашение уже на электронную почту типа все вам назначить на интервью в такое-то время приезжайте ну хорошо так сколько времени ушло от момента начала поиска скажем от флюса там до сколько сколько времени ты была на рынке пока получила работу первую две недели немного две недели и эта компания это было первое интервью а было больше чем один оффер я когда вышла от них так вот с первого меня было здесь два интервью когда вышла с первого интервью мне позвонили и пригласили на еще интервью другую компанию и я естественно сказал да 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 хотя я очень сюда захотела как только я побывала у них я все увидела думаю я хочу здесь работать но естественно поехала и туда и когда я ехала со второго интервью мне позвонили отсюда как мы приглашаем вас на второй тур а те из второй компании мне говорят когда вы выходите мы вас уже и так берем ну то есть как поперла называется поперла ну и чем кончилось вообще такое ощущение что знаешь я по каким-то облакам прыгала но с точки зрения ручку позолотить это так нормально было по денежке знаешь теперь когда я сравниваю чуть позже когда девчонки из нашего выпуска пошли кто в нью-йорке кто в бостоне работать я поняла что у нас и у меня из нашего выпуска самая низкая самая низкая зарплата потому что видимо в техасе у нас уровень жизни меньше если там было в среднем можно цифры так нужно если можно если если можно так если там у девчонок было в среднем по 70 то мне здесь предложили 60 послушай о чем мы вообще говорим какая первая работа для первой работы шикарно шикарно ты спросил я ответил это была постоянная постоянная позиция то есть 60 плюс бенефиты понимаешь как 60 это бенефиты это оплаченный отпуск это оплаченные там sick days personal days это слушай это прилично сколько скажи так в нормальном месте сколько стоит дом 3 спальни 3 спальни 2 санузла в нормальном месте от 220 до 280 ну пусть будет 250 понимаешь вот представь себе что тебе дали 60 а скажем в калифорнии тебе дали бы может быть 70 допустим еще не факт но допустим тебе дали бы 70 и и такой дом стоит например там миллион четыреста в цене время о чем мы говорим это просто это уже муж твой может не работать может возить тебя на работу там туда-сюда я по деньгам можешь себе позволить а что муж сказал он не обалдел слушай обалдели все товарищ на что там муж какой-то муж все ну муж по крайней мере он же был все время рядом и когда я в калифорнии была я звонила ему плакала как мне тяжело он знал что я учусь и скриплю дома он видел что я сижу по 8 часов учусь занимаюсь готовлюсь к интервью а наш товарищ который собственно здесь и жил то вот в техасе который начинал здесь по рабочей визе он а девелопер java девелопер очень серьезного такого уровня и у него такой сейчас конечно не понимаешь он так себе думает и когда я ему вообще рассказала о своей затее что я поеду в калифорнию что я вот выучу что я так буду работать он сказал ну давай просрешь все деньги вернешься пойдешь посуду мыть куда-нибудь хороший друг и когда я пришла прикинувшись чайником и показала ему джоп-офер естественно я все понимала но я сказала помог бы ты мне помочь вот разобраться это хорошо или нет вот такой джоп-офер он вот просто села так на диван говорит у ела у ела гады так это фотошопе сделано это не может быть правдой понимаешь люди которые потом и кровью долго шли к чему-то и так далее им обидно что вот оказывается есть какая-то дырка там где можно проскочить и вот не съесть там три ведра дерьма там допустим только одну плошку ну это да где-то вот про эти ведра твои я все время вспоминаю когда что-нибудь такое бывает но хорошо так это было когда это было в прошлом году в марте 2014 в марте это было в марте 2014 значит дальше что происходило в производстве выбрала одно из двух хорошо компания потрясающая знаешь у меня когда еще мы у тебя там учились все эти наши накачки когда ты приходил там мимоходом рассказывал как искать работу как там издаваться как верить тебя я села и написала камень нужна компания что она должна быть маленькая частная что не больше 50 человек что они занимаются вот этим мануальным тестированием что от дома должно быть не больше 45 минут и когда я на них смотрела я увидела что все так и есть все совпало до времени в дороге заказала короче ты себе это компания знаете так и сколько от дома сколько? 45 минут ну хорошо так погоди ты до сих пор там или что? да а потому что слушай я обмолвился что вчера что ли я обмолвился в одном из таких скайп интервью что вот я буду делать интервью с Таней генерал и мне кто-то пишет в комментариях пишет Михаил спросите там у Тани там что-то а то она уже столько времени без работы там еще что-то я думаю может я что не знаю я думаю вроде она только знаешь что случилось-то с Таней а то есть человек может давно смотрел просто хорошо то есть ты в порядке тебе за этот год с марта месяца тебе приподняли приподняли денежку что? ну да да здесь у нас знаешь есть такая традиционная как это здесь делается на n процентов ну через год на сколько процентов? на n а окей хорошо у нас вот тут мы просто еще в процессе обсуждения они мне подняли на традиционные n процентов но это очень маленькие n процентов и мы не посоветовали тут знающие люди говорят ну ты можешь спросить больше и мы сейчас в процессе понял слушай-ка так а как же навестить альма-матер? Миша это моя самая большая мечта все что было там я всегда ребятам говорила вот вы будете вспоминать потом самое лучшее время ну то есть ты планируешь посетить? ну очень не хотела пока не знаю когда и как так а то ты знаешь молодость пройдет и на пенсию выйдешь а я может неизвестно где может призовут знаешь там вот дел там много на вселенной ну хорошо что же Танюш чего-нибудь такое знаешь что люди которые ты же сама блогер у тебя сколько там народу подписчиков? 2180 сегодня утром было хорошо вот 2180 я считаю да они ну конечно все кто же не считает они вопросы задают там пишут что-то там письма какие письма тогда пишут знаешь прямо слезы на глазах прям не знаешь вот есть потрясающий что народ так очень-очень как бы за душу берут и вот ты примерно понимаешь да вот там люди с разными вопросами из разных стран в разные стадии иммиграции или не иммиграции и так далее вот что ты может быть скажешь ему что-то такое я не знаю как бы сразу всем да но как человек который уже два года в Америке который поездил и и с комом у горла в горле да там пожил какое-то время вот и через какое-то преодоление такое прошел хотя я скажу что конечно у тебя путь и в России был достаточно тернистым то есть тебе как бы сказать охватило то есть динамики и как бы сказать пробивные качества нужно было какие-то иметь и так далее то есть ты на самом деле прошла школу уже школу выживания ты прошла до того как сюда попал то есть ты здесь оказалась в тепличных условиях на самом деле по сравнению с тем как вот там в Москву из Иркутска приехали абсолютно абсолютно ну вот скажи что-нибудь народу вот они смотрят на тебя и думают а я так могу мы сейчас не берем кто без английского кстати в школу у нас теперь интервью проводится скажем вот чтобы были все с английским немножко но какое-то такое на пустое ты знаешь что это правильно да насчет английского это совершенно правильно потому что потом уже когда я вернулась я же говорю я прекрасно понимала что может быть правильнее бы было сначала по угоднику потереться набраться языка а потом ехать учиться ну как вышло знаешь что я тебе скажу у меня постоянно вот какие-то люди проходят собеседование и у них ну не дотягивают я им говорю ты знаешь тебе надо бы просто вот поработать где-то там язык подучить там и так далее может быть в таком месте где подешевле где нет таких расходов просто на поддержание себя в форме вот и они говорят ну нет ну вот я бы хотел я бы все равно там и так далее я им говорю послушай если ты уже прямо вот так вот вот так так приезжай сюда устраивайся на работу так жилье туда-сюда ну вот вот стань независимым перестань тратить деньги которые ты с собой привез потому что это очень тяжелое чувство когда у тебя все меньше и меньше денег и неизвестно где ты вывернешь вообще себя абсолютно вот и приходи учиться вечером значит во первых успешки нет во вторых да хоть пять раз этот курс повторяй правильно если ты на местности всегда что-то такое произойдет вот типа скажем той компании или этой компании где можно будет что-то такое пробить но просто нельзя быть в состоянии экстрима такого когда ты подвешен когда ты на нерве когда вот или пан или пропал это на нас такую ответственность накладывает что мы и мы не знаем мы сможем или нет я не знаю у нас были случаи когда ну просто вот мы все на уши вставали чтобы девушку у которой там осталась там на две недели жизни куда-то пристроить поэтому хорошую классную и так далее но тоже вот только приехала без английского там еще что-то то есть мы мы сказали в тот момент мы больше так не можем мы должны мы должны отбирать потому что это такой экстрим который никому не нужен понимаешь вот поэтому абсолютно ничего плохого нет я не знаю я лично считаю что ничего плохого нет в том чтобы там поработать в магазине на складе там где-то еще ты социализация какая-то происходит ты начинаешь по-другому выглядеть по-другому улыбаться абсолютно да слушай скажи а вот ты работаешь в компании там у вас какой дала вот из Индии много народу? у нас потрясающий коллектив у нас каждый твари по паре два китайца два вьетнамца два индуса двое русских двое иранцев двое еще кого-то это просто это как это ноев ковчег столько всего да столько всего столько интересного ты знаешь к ноеву ковчегу когда бог сказал ною ты построишь этот ковчег и спасешься в ибрите есть несколько слов которыми можно значит адресовать ну плавательные средства но поскольку иврит язык такой не описательный как скажем там русский или английский а он такой метафорический то есть там каждое слово имеет много значений вот представь себе предложение из пяти слов я ж не говорю там про десять где каждое слово имеет много значений знаешь как возникает много возможностей для интерпретации так вот он бог использовал слово для плавательного средства такое слово еще одним значением которое является слово ты построишь слово и тем спасешься понимаешь вот ты попала в такой ноев ковчег где каждый тварь попарит и вот ты там будешь спасаться ой я не возражаю вот скажи ну вот подожди давай так вот все-таки ты такая ну скажем так эффектная такая женщина молодая симпатичная какое-то внимание вот есть в Америке эффектный молодой симпатичный ты знаешь я думаю что я свою работу получила именно ну скажем не то что я такая симпатичная но я уверена что на моем интервью я беседовала с моим непосредственным менеджером которым вот уже второй год я работаю и я думаю что он прекрасно видел все что я рассказываю про свой предыдущий опыт работы что все это но он наверняка был просто поражен моим напором моим вот энтузиазмом и как я все это я все смогу я совсем справлюсь ну и да да я надела на интервью очень красивое строгое платье которое знаешь подчеркивает что да я хороший специалист я черная моль я летучая мышь нет молью не пахло я типа красивая женщина но и хороший специалист да окей на все надавила на что могла хорошо хорошо знаешь что я скажу люди которые здесь живут включая иммигрантов которые давно живут ну и местные тоже они на самом деле видели такое количество вот этих всех превращений или скажем так эволюции когда приходит человек он только приехал знаешь и вроде он такой ну подбитый немножко весенняя птица под рамок вот а потом так подрос потом еще подрос потом проходит там несколько лет он самый главный тут и от него как бы там половина всех идей и так далее то есть они они привыкли переваривать новичков то есть я думаю что вот как бы сила Америки в том что они как бы это знают они привычные они в общем не сопротивляются поэтому история о том как ты что делал раньше это не так важно потому что тебя берут на будущее а не на прошлое поэтому вот кроме того тестирование все таки вот давай так ты же все таки проработала больше годов тестирования и ты училась там и так далее это же не такая наука где надо действительно вот там иметь там техническое образование то есть оно не помешает но в принципе оно не помешает и чтобы дальше расти конечно надо там набираться всего но чтобы начать чтобы первую работу получить ну вот что нужно вот так по большому счету у тебя какое образование то я психолог а окей так хорошо причем гуманитарий до мозга костей и ты знаешь когда я начала работать первые мои три месяца на настоящей работе как ты правильно заметил практику я практически все удропнуло и это было практически первое мое касание профессии я очень оценила как грамотно было подобрано в школе то что вы нас учили вот этот набор самый базовый знание основ самого предмета тестирования знание основ того же самого языка сиквел знание чуть-чуть основ всех вот этих javascript email и компьютерная сеть вот это оно и есть то что надо знать на входе ну мы же мы же тоже мы же биты реальной жизнью мы же не академические там как профессор сочинил а дальше что будет ему пофигу понимаешь он на гранте живет мы то живем не на гранте если бы вот все эти люди которые на гранте живут или на государственные деньги живут там типа сити колледж вот представь себе завтра сити колледжи говорят вы должны перейти на самоокупаемость так он сразу он сразу в банкротстве потому что никто не будет платить столько денег сколько стоит на самом деле сити колледжи это просто штат субсидирует в калифорнии 85 процентов банкротства штата калифорния приходится на систему образования которая безумно дорого стоит и еще и не эффективная плюс ко всему но понимаешь когда нянечка там допустим уборщица в школе имеет пенсию больше чем там сенер программистом в майкрософте со всеми этими бенефитами дорогостоящими и так далее это же очень неэффективная система но мы так не можем мы же 20 лет уже выживаем поэтому мы должны быть соответствовать перестанешь соответствовать и нет тебе а помнишь была вон там школа когда-то так вот то есть мы пока еще как это называется в строю хорошо значит все таки вот вот человек да вот он сидит смотрит на тебя и говорит что нужно кроме упертости и английского что то еще нужно чтобы вот можно было успешно в разумное время это все как бы реализовать кроме упертости английского да ну наверное какая-то ясность целей понимания зачем вам это нужно нужно ли вам это что вы будете с этим делать видение и понимание вашей цели потому что я думаю что знаешь мне очень мне очень нравится когда мне говорят тебе просто повезло нравится в кавычках потому что все знают что любое везение оно где-то там сначала очень долго готовится ну в нашем я вижу что что единственное что сработало у меня это то что я не останавливалась все время копала 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 потому что я видела цель я в эту страну приехала не для того чтобы в комгутсе работать я хотела вот так вот жить как сейчас в наше время в наше время говорили что дуракам везет понимаешь везет тем кто не соображает что происходит а тем которые пашут которые имеют цель которые к ней идут это не везение это закономерный результат некоторого быстрого процесса и так что везение дуракам везет конечно но я хочу сказать что проблема везения у дурака состоит в том что он не в состоянии воспользоваться этим везением вот например я прочитал как то я не знаю на сколько этому можно верить но вот я прочитал что люди которые выигрывают там мегамиллионы в лотереях через 5 лет вот статистически через 5 лет 85 процентов из них оказываются на волфере понимаешь какая штука для того чтобы им иметь 10 миллионов например или там 20 миллионов и превратить их 20 миллионов в 40 там и так далее или просто жить хорошо просто жить на эти деньги и не работать например нужно иметь опыт зарабатывания миллионов Если ты никогда не заработал миллион, ты его и удержать не можешь. И ты ввязываешься в авантюры, за этими людьми ходят толпами какие-то нон-профиты, которые собирают деньги, профессиональные разводилы. Там страшные дела, они остаются без копейки. На вэлфере, понимаешь, что такое на вэлфере? Он, может быть, раньше работал, он же и работать не может, у него травма психологическая. Поэтому везение, не надо дураку завидовать, когда ему везет. Это разрушительно, это разрушает дурака. То есть вместо того, чтобы быть нормальным, членом общества там работать, зарабатывать, себя обеспечить. Понимаешь, его вышибают куда-то. Вот на остров дураков, помнишь, как там у Незнаки? Где там только развлекаются, кушают и превращаются в основ с такими ушами. Вот это выигрыш. Это выигрыш для дурака. Сразу на остров дураков. А так живет нормальный человек. Ну хорошо, Танюша. Я рассчитываю, что ты нас посетишь, и мы с тобой уже так сядем вместе. С одной стороны от камеры поболтаем. Будешь улыбаться тоже. Я прямо мечтаю. Я вспоминаю это время. Я помню, какой это был стресс, но все-таки как же там красиво служить. В этом смысле у нас в Техасе тащища, плоско. Что тебе прошлое? Что тебе прошлое, когда у тебя все впереди? Еще до пенсии, там лет 30. Поэтому еще успеешь много чего. Короче, давай тогда так. Мы народу пожелания дали. Значит, я из этого разговора, как бы, вот мой основной вывод, который я делаю, это все-таки упертость. То есть, Таня пробилась в силу упертости и в силу того, что трудности, которые на нее свалились, они ее все-таки не убили. А она через «не могу», через то и через все, и через что угодно, она все-таки пробралась насквозь. И вот это, наверное, главное в эмиграции. Потому что очень многие люди ничего не добились не потому, что не могли потенциально, но у них был потенциал. Но они не сделали того, что надо было сделать, просто в силу того, что духом слабы были, стержня не было. Поэтому, я думаю, вот как бы Америка, страна, где люди со стержнем, могут далеко пойти. Без стержня там прямая дорога на билфер. А вот со стержнем уже можно еще что-то. А вы не собираетесь там недвижимость какую-то приобрести? Ну, конечно, собираемся когда-нибудь. Так, мужик что делает? В процессе. Ищет себя. А я помню, был какой-то разговор, что, может, ему там в тестеры. Там как-то это все. А ведь он не захотел тестеры. Да, он прошел онлайн-курс. А, правда? Так и чего? В процессе. В процессе. Ну, так что же ты? А я не понял. Я понял бы разговор, что на света приедет, нет? Ну, может, какой-то... Хорошо, мы вернемся к этой теме приватно. Ладно, давай тогда вот чего. Я пойду в офис, у нас уже время такое утреннее, на работу пора. Давай мы тогда скажем гражданам многих государств, которые за нами наблюдают, мы им так скажем пока-пока. Это все правда. Это все работает. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...